Привет, друзья! С вами Влог Учимся с Алисой. Наконец-то курсовая работа Алисы по эгоцентризму и обучению получила свою заслуженную отметку отлично. Поздравьте нас, поздравьте Алису. Это было замечательно. Ну, в общем, получила отлично по эгоцентризму. И я не помню, почему там мышление дошкольников, развитие мышления, эгоцентризм, феномены константности, пиаже, вот это все дело оценено по достоинству преподавателями вуза. Слава Богу, ура! Мы продолжаем двигаться вперед. Как вы знаете, мы очень любим двигаться вперед. Что еще я хотел сказать сегодня? Я хотел с вами поговорить по такой простой проблеме, как вопросы демографии. Ну, знаете, да, что демография у нас, к сожалению, страдает. Да, как все мы понимаем, вот лично я, так сказать, категорический противник победы Владимира Владимировича Путина на выборах. Вы знаете, это все, да. Ну, это нормально совершенно, оппозиция у нас в стране не запрещена. У меня есть аргументы, они очень простые. У меня аргументы такие, что если бы Путин ушел в 2008-м, никто бы слова не сказал. Был бы молодец, потому что в этом случае бы говорили бы, что да, действительно. Ну, кто-то бы говорил, что это восстановительный рост. Нефть подорожала, и Путин тут ни при чем. Кто-то бы говорил, что Путин молодец. Ну, если вы посмотрите на то, что происходило в экономической сфере с 2008-го года, мы неоднократно говорили, если у нас раньше продавалось по 3 миллиона автомобилей, еще по полмиллиона минимум возилось, это была емкость рынка, она была больше, она должна была расти. Сейчас у нас, как вы понимаете, продажа автомобилей на уровне чего? На уровне миллиона примерно штук в год вместо 3 миллионов. Вот это у нас 4 миллиона или даже 3 миллиона скоро будет новых автомобилей относительно до 3 лет. Все. Это огромный минус. Зарплата в России сейчас соответствует уровню 2007-го года. Зарплата соответствует невысокая в долларах, прям скажем, особенно если с учетом инфляции брать. Покупательная способность рубля очень условная, мы постоянно слышим вот эти ситуации, как с яйцами сейчас, что что вы хотите в мире, они стоят дороже, так что у вас нормальные еще цены. Перспектив у России немного. Да, понятно, всегда это можно спихнуть на санкции, но сколько раз мы говорили, что мы повернемся лицом к Китаю. Десятки, если не сотни. Но мы и так и не повернулись лицом к Китаю, потому что да, у нас оборот 240 миллиардов долларов, да, у нас несколько растет. Этот самый оборот, в том числе и в этом году, надеюсь, вырастет. Но где обещанная ВСМ Москва-Казань? В каком она должна была быть построена? В 15-м, в 17-м? Где обещанная Владимира Владимировича удвоение ВВП? Ну, естественно, не произошло. Потому что, как вы понимаете, когда ВВП стоит на уровне 7-го, 8-го года, реальные доходы, а с 90-го выросла максимум на 20% экономика, то ни о каком удвоении ВВП речи не идет. Где наши прорывы, где наши вот эти вот замечательные проекты в 5-100? Помните, 5 ВУЗов, топ-100 этих самых международных рейтингов? Где результат 5-100? Где нанотехнологии, инвестиции, инновации? Да, тогда был у Дмитрия Анатольевича, но тем не менее, где вот это все? Информатизация, инновации. Где новые российские процессоры? Где эти замечательные ее мобили? Тоже можно сказать, что это делал Прохоров, но нет их, понимаете? Что мы реально имеем? Даже строительство метро в Москве идет с запозданием графика, несмотря на то, что оно довольно-таки быстро и серьезно. Я не трогаю тему СВО, тему СВО это отдельная тема. Я категорически за борьбу с нацизмом. Я считаю, что ужасно, что за дом профсоюзов в Одессе никто не ответил до сих пор. И как бы очевидно, да? Что мы делаем и почему? С другой стороны, вы понимаете, когда мы выводили войска из Афганистана, тоже все говорили, мы зря туда ввели. А сейчас, вот через период мулет, видно, что не надо было их оттуда выводить. Потому что тоже было совершенно понятно, что мы делаем и почему. Но это все отдельная история, да? Враги, которые внешне, враги, вне зависимости от того, существуют они или нет, не отменяют того факта, что мы категорически отказываемся в этой самой глубокой интеграции с теми, кто нам, вообще говоря, должны быть друзьями и союзниками. Потому что те, кто принимает решения и обладает властью, имеют интересы там, где у нас вроде бы как должны быть враги. Вот далеко копать не надо, Волошь, например, тот же самый, да? Который вдруг внезапно оказался чистокровно ровным евреем, не имеющий никакого отношения к России. Но если посмотреть на его документы, он везде так сейчас пишет. Вот, дескать, он в Казахстане жил, а потом бабах, и сразу чистокровно евреи уехал. Это не только Волошь, и дело не в том, какая у него национальность, а просто такой очень показательный факт. У нас были другие лица, которые точно так же просили снять с себя санкции, потому что они не имеют ничего общего ни со страной, ни с языком, ни с народом. Поэтому, кроме всего прочего, что я хочу сказать, в России мы видим попытки восстановления монархии. Это ужасно. Это ужасно, потому что в случае монархии под благом страны понимается благо монарха. Под благом отечества понимается благо монарха. И под развитием понимается, в первую очередь, укрепление вертикали власти, которые, вообще говоря, носят сословный характер. Это плохо. Это действительно плохо. Понятно, что Владимира Владимировича выберут, никто в этом не сомневается. Довольно-таки очевидно. Даже, я думаю, хороший будет результат процентов 80, минимум 75 покажет. В некоторых регионах за 90, за 95 традиционно все это перейдет. Но мы возвращаемся к вопросу, с которого мы начинали, а именно к вопросу демографии. Мы все время пытаемся по всем каналам рассказать, какие мы великие, как мы встали с колен. Вот я эту песню слышу уже 25 лет. За эти 25 лет, как вы знаете, Китай вырос 20 раз. Мы выросли на 20%. Сейчас ежегодно у Китая рост от 5 до 10%. У нас от минус 3 до 3. Ну, точнее, от минус 3 до полутора, если быть прям совсем точным. Это не очень хорошие показатели. И говорить о том, что мы имеем дело с собирателем земли русской и так далее, я категорически за был бы восстановление Советского Союза в его исторических границах. Я был бы категорически за восстановление Варшавского блока. Я был бы категорически за восстановление любой другой общности, там, социалистической или какой-то еще. Но проблема в том, что даже страны, с которыми мы дружим, вот тоже самое Китай, придерживаются, вообще говоря, другой политической идеологии и информационной идеологии, и даже структуры общества. Они действительно строят социализм. Но социализм демократический, социализм тот, каким он должен быть. В общем, грубо говоря. И там есть реальные результаты. Реальные результаты в образовании, реальные результаты в строительстве высокоскоростных дорог, реальные результаты в повышении уровня жизни населения. Я считаю искренне совершенно, что закабаление ипотекой, ипотечными кредитами нельзя поставить в плюс действующей власти. Я считаю, считаю совершенно искренне, что та ситуация, которая происходит с нами, нашей семьей, да, спасибо большое, вот департамент городского имущества Москвы, сразу отреагировав, дал нам возможность получить субсидию. Но если, опять же, не передумает в любой момент, может быть, это потом будет изменено. Но, опять же, я повторяю, критика власти не запрещена. Мы все знаем, кто станет президентом. Но есть вероятность того, что все-таки хотя бы часть как-то кого-то из нас, простых людей, будет услышана. Мы хотим движения в направлении не обогащения дворян новой волны, скажем так, а в направлении изменения и социализации, и демократизации в какой-то степени тех устоев, на которых стоит наше общество. Напоминаю, что у нас светское государство, даже если у нас в Конституции теперь уже прописана вера в Бога, царя и отечества надо еще написать, будет вообще шикарно. Тем не менее, государство у нас светское, многонациональное, полиэтничное, мультирелигиозное, и большой процент нашего населения является атеистами. Права их, естественно, необходимо уважать. В этих рамках нужно говорить в том числе и о детях, и о их развитии. Я хочу сказать, что в обществе, в котором малодетность или бездетность возведены в культ, в котором пропаганда абортов в достаточно большой степени встречается во всех возможных сообществах, и в котором эти самые аборты оправдываются, а это же убийство. Вы же понимаете, что если человек взял аборт, то он убийца. Вот в обществе, в котором это все происходит, достаточно тяжело найти понимание, в случае, если ты воспитываешь своих детей, если ты обеспечиваешь развитие собственным детям, если ты каким-то образом заботишься о своих детях. Потому что наше общество, оно в гораздо большей степени целено на индивидуальный успех. Причем этот индивидуальный успех практически недостижим, поскольку, как я говорил, развитие нашей экономики оставляет желать лучшего. Поэтому, Владимир Владимирович, услышите, пожалуйста, простых людей, обратите внимание на происходящее. Нам необходимы серьезные подвижки в образовательной сфере, потому что на падающей демографии, у вас миллион двести рождений в год, с учетом того, что потоки миграции у вас скоро остановятся, потому что все сопредельные страны, если не трогать, естественно, Украину, растут быстрее, чем мы экономически, довольно-таки тяжело построить общество, у вас скоро возникнет дефицит во всех абсолютно областях квалифицированных кадров. Он будет только усиливаться. Он будет усиливаться, потому что, если у вас, вот в мое поколение было там два с половиной миллиона родившихся на территории РФ, ну еще какое-то количество приехало, то сейчас у вас всего миллион двести. Если из этих двух с половиной миллионов половина шла в ВУЗы, допустим, то это и есть миллион двести. Вы просто физически не сможете обеспечить равное количество специалистов. А для развития отрасли вам необходим не только качественный скачок в знаниях специалистов. Качественный скачок, это, знаете, это песни в пользу бедных. Вам необходим количественный скачок. Вам нужно больше инженеров, больше математиков, больше программистов, больше высококвалифицированных врачей, хирургов и так далее. Больше высококвалифицированных кадров. Именно из этого больше потом возникнет лучше. Никак по-другому не может быть. Никакая идея, сейчас мы найдем самого лучшего и сделаем его самым главным хирургом, не сработает. Поэтому здесь нужно задумываться. Здесь нужно поддерживать демографию в том смысле, что многодетная семья по определению не может и не должна никогда считаться неблагополучной. Любая многодетная семья, если не доказано обратное, имеет право на такую же защиту собственных прав, своей неприкосновенности, своего достоинства, как и те самые верующие, оскорбления чувств которых постоянно мы слышим. В этом случае государственные органы, правоохранители должны автоматически реагировать на любую грязь, на любую дискредитацию традиционных ценностей, в том числе и конкретных многодетных семей. Еще раз поздравляем Алису с удописанной курсовой. Наконец-то она была оценена по заслугам. Оценка отличная. Я еще раз повторяю, это прекрасно. И движемся вперед. Все заводим новых Алис. Думаем о том, в каком обществе будут жить наши с вами дети. Всем привет.